Добывать алмазы невозможно, заявляют на прииске и релях. Из-за низких температур завершается промывочный сезон 2016-го. Планы по добыче сырья выполнены, драги останавливают для планового ремонта и консервации до весны. Чем же теперь займутся 250 работников трех фабрик, узнал Руслан Фаткулин. План выполнен досрочно, рапортуют на прииске и релях. До окончания промывочного сезона еще полторы недели. Но обогатители говорят, год выдался удачным, несмотря на капризы природы. Мы досрочно выполнили план по алмазодобыче по основной товарной продукции. Есть, конечно, перекосы с недообработкой под драгом объемов. Хорошее содержание, большой плюс показало. Сложности, конечно, были в период прохождения паводка, потому что никто в этом году не предполагал, что будут две таких серьезных волны. При большом уровне воды в котловане повышается риск прорыва дамбы. Поэтому, пока проходил паводок, одну из драг даже пришлось на неделю остановить. Но простой не помешал горникам. Содержание алмазов на новом участке оказалось выше, чем предполагали горники. За семь месяцев промывочного сезона драга, как говорят обогатители, прошагает около трех километров и отработает участок площадью в 19 футбольных полей. При этом она намоет алмазов на 100 тысяч карат. Это примерно 650 миллионов рублей. Продолжать промывку песков дальше нельзя. Обледеневшее оборудование может выйти из строя. К середине ноября три обогатительных комплекса остановят. На них начнется плановый ремонт. Из 250 работников лишь 30 уйдут в отпуск. Остальные будут готовить комплексы к следующему промывочному сезону. У нас в этом году запланирован большой ремонт по 201 драге. Это замена дражной бочки, замена классификаторов 1500-х. Должны подойти новые классификаторы. Замена парка РЛС. Ну и по тем драгам не меньше работ, конечно, будет. Но это вот самые крупные работы такие будут. Они редко, как это, раз в 10 лет делаются. Дражная бочка, барабан, в котором происходит первичная промывка песков, изношена более чем наполовину. Заменят и рентгенолюминесцентные сепараторы. Новое оборудование... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова